моя тренировка выходов на 2 и подъемов с переворотом заснял финальный подход выходов чтобы вы понимали погода была не очень хорошая ну во первых был жаркий день и все было в принципе очень жарким да если жаркий день то нужно ждать либо вечера либо рано утром выходить чтоб турник не был теплый или даже жаркий уж если турник жаркий минут касаешься и вон и он ну как минимум такой же как температура тела то скорее всего кожу вы сорвете прошел дождик я дождался вечера прошло где-то два часа как дождик прошел вот и турник был еще мокрый но вроде бы с листиков уже ничего не капало потому вытирал я турник несколько раз вот делал разминочные выходы и в общем он уже был вроде бы как сухой сухой то он сухой был но все равно жара и мне кажется что все таки это не с листиков попадало а с моего ну от меня от пота турник под конец после 25 повторов стал настолько мокрым будто бы я его от воды не вытирал и в итоге я сделал не 30 повторов 29 к сожалению хотя на 30 я опустился и думал его делать но но настолько руки уже устали от этого мокрого турника вернее пальцы и настолько турник сам был мокрый что я просто не рискнул можно было бы попробовать я думаю я бы его сделал но умудренный опытом микротравм каких-то я знаю что лучше не сделать один-два повтора если сомневаешься чем сделать и получить какую-то микротравму а возможно и довольно таки большую в общем смотрите выходы на две если кому-то интересно то техника выходов и сами выходы они предполагают развитие больше выносливости чем силы конкретно я делаю их в виде такой полу склепки то есть подъема с разгибом но это не подъем с разгибом потому что локти у меня не выпрямленная а ну вот они сгибаются сгибается при подъеме при опускании но все равно идет как бумаг довольно сильные ногами за счет этого больше включается мышцы пресса мышцы ну даже в принципе ногами себя больше помогаешь нам больше помогаешь крыльями и на следующие дни крепатура просто жуткая и в крыльях и даже в грудных мышцах но в целом это позволяет больше сделать выходов и основная цель это добиться большей выносливости плюс я еще во время этих выходов ловлю ну или пытаюсь словить атакую нирвану ну во первых когда я в упоре на руках туда там трицепсы устают потому что я стараюсь не на поясни ну не на поясе так бы операцию да вернее не над не тазовыми костями костями таза а именно на руках стоять больше и как бы устают трицепсы я делаю три цикла дыхания если хватает дыхалки если не хватает то дышу уже сколько влезет просто лишь бы отдышал отдышаться вот потом я опускаюсь и вот тут именно в этом опускании я ловлю истинную нирвану вот опустился раз одно как бы уход вперед да и на второе я делаю разгиб и импульс и выход и вот во время этого весенняя на турнике хоть там больше устают пальцы вот и таким образом как бы укрепляется руки вернее кисти нам можно сказать что цепкость улучшается но именно в этот момент дыхают трицепсы и можно словить это такое расслабление это очень тонкое чувство но очень прикольное тот кто его хоть раз когда-то поймал ну тот захочет еще когда-то если кто-то занимался гиревым спортом там толчок толчок по длинному циклу или рово гири то там в принципе похожая немножко есть тоже ищешь вот это расслабление и получаешь хоть и все очень тяжело но какое-то наслаждение своеобразное обратите внимание что в верхней точке я заворачиваю кисти это можно опять же таки сравнить с гирей если дужку гири не заворачивать и она не будет стоять на основании кисти то она будет выламывать кисть а на основании кисти да она там давит пускай но рука может быть расслаблена ну вернее пальцы до кисти то тут тоже я в верхней точке делаю выход и заворачиваю кисти и получается я не упираюсь кистями а стою на костях условно вот ну или пытаюсь если бы у меня еще локтевые составы лучше разгибались то можно было бы вообще полностью исключить усталость трицепса в верхней точке но локти у меня недостаточно гибкие и вряд ли они смогут разгибаться настолько чтоб вообще исключить усталость трицепсов но короче вот это тоже такая фишечка для условного расслабления на верхней точке то есть расслабление верхней относительное расслабление расслабление в нижней я стараюсь словить в принципе это похоже на любую другую работу там мы тоже стараемся словить расслабление в какой-то точке да я уже кстати вытер левую руку об футболку но и футболка сама уже тоже была мокрая и по итогу вот этих вот выходов я прикинул что может быть лучше бы я вообще не как бы не влево не вправо не передвигался продолжал выходы делать да и все потому что ну я не могу сказать что вот передвинувшись влево или вправо там турник был суше такое впечатление что он просто с каждым выходом становился все мокрее причем везде куда я там сунулся да ну и вот сейчас уже турник окончательно я понял что он мокрющий каждый выход уже был не только как бы борьбой на с усталостью а вот опускаясь вниз я боролся чтоб пальцы просто не разжались потому что он был мокрый полностью вот он последний не удавшийся подъем просто не стал его делать да мог бы попробовать но решил не рисковать а вообще руки я намазывал мелом от него осталось в принципе почти ничего больше ржавчина и мокрая рука потом делал подъема перевороты 15 вроде бы штук получилось но я не отдохнул после предыдущих потому вышло только 15 разминку делал 8 подъемов переворотов ну рабочий на 15 решил больше не надо потому что крепатура будет и так и довольно сильно вообще дальше я отжимаюсь на брусьях и подтягиваюсь там отжимая все после всех этих подъемов и выходов но вот в этот раз вышло 28 или 7 не помню точно джима не а подтягиваний 16 подтягивался ну пока руки держали забавно шоу подъемы перевороты в этот раз сложнее было почему-то именно мышцам спины то есть крыльям делать вот это усилие они прессу доводить ноги туда вверх потому что обычно у меня все-таки устает больше пресс но тут видимо за счет выходов может быть еще за счет того что я мало отдохнул после них нужно было вообще может быть минут 15 отдохнуть от прямо чтобы вообще восстановиться или но больше десяти я думаю все-таки но вот реально уже просто крылья почувствовал что они устали но и последний от 15 не 16 наверно повтор то я начал делать но решил что ну его в баню короче то есть тут уже даже не то что терпения не хватило как обычно просто как бы почувствовал что это будет чересчур большая крепатура по итогу кстати после выходов подъемов переворотов и отжиманий и подтягиваний я немножко качаю пресс ну насколько там осталось сил и также делаю гиперэкстензию ну или какие-то другие упражнения на укрепление поясницы потому что если этого не делать ну то будет просто дисбаланс потому что именно выходные подъемные перевороты то там активно работает пресс а поясница получается минимум работает нет нужно укреплять и мышцы антагонисты в данном случае если пресс работает то нужно и по укреплять поясницу и как все Продолжение следует...